Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля и сегодня мы с вами поговорим о подгузниках, о детях, о материнстве и вообще вспомним нашу, мою давно забытую рубрику о материнстве, о детях и вообще о вот этом всем счастливом нашем времени. Я хочу сегодня поговорить о двух вещах. Первое, о одноразовых подгузниках и многоразовых подгузниках, что лучше, что хуже и как маме балансировать между этими двумя понятиями. И второе, это приучение дета к горшку. Расскажу вам свою историю, как я приучала старшего ребенка к горшку. У меня это очень хорошо получилось, я очень довольна моим методом и сейчас скоро буду приучать уже по этому же методу младшего. Надеюсь, что у меня получится. Если вам интересна данная тема, оставайтесь со мной. Ну, а мы начнем. Вообще, у одноразовых подгузников две стороны медали. Я их буду называть памперсами для простоты. Я думаю, что каждая из вас это быстро поймет, что памперс это имеется ввиду одноразовый подгузник. Одна сторона медали, что это хорошо, а вторая сторона медали, что это не очень хорошо и может быть даже плохо. Давайте сначала рассмотрим, почему это хорошо. Ну, во-первых, потому что маме развязываются руки. Уже много говорилось о том, что подгузник одноразовый, памперс, нужен не ребенку, а нужен маме. Это уже давно было сказано, но я еще раз это повторю. Действительно, подгузник нужен маме для того, чтобы не бегать каждые 15 минут, не подтирать лужи, не отстирывать какашки от диванов, от ковров и так далее и тому подобное. Получается, первый плюс у мамы развязываются руки. Второй плюс у мамы остается целая квартира и текстиль. Еще скажу в защиту памперса то, что, по моему мнению, если ребенок в памперсе, у него кожа остается суше, чем нежели ребенок в каких-то пеленках, либо в ползунках, либо в многовразовом подгузнике. Объясню почему. Если ребенок в чистом памперсе, то у него все тело дышит. Памперс пропускает воздух, и поэтому тело под памперсом дышит без каких-либо проблем. Если ребенок чуть-чуть пописал в памперс, то да, не дышит вот этот маленький кусочек, куда он пописал, которое превратилось в гель, и вот оно там лежит. Но все остальное это, оно дышит. И нет контакта мочи с кожей. Это самое главное. Если, допустим, использовать многоразовый подгузник, то даже если ребенок один раз пописал, это все немножечко впиталось вот в эту марлю или эту 10 слоев этой ткани, и все равно эта ткань или эта марля, все равно она мокрая, и все равно моча контактирует с кожей ребенка. То есть в моем случае, вот я расскажу пример, когда у меня родился первый ребенок, я же начиталась всяких этих умных книжек, статей по поводу вреда памперсов, что нужно обязательно как-то стараться обходиться без них. И первую неделю я под впечатлением пользовалась пеленками. То есть я заворачивала ребенка в пеленку, он у меня там спал, чуть-чуть описывался, мне нужно было все разворачивать, заворачивать по новой. Это было жутко неудобно, во-первых, и во-вторых, на второй день у меня сразу же возникло раздражение, у ребенка сразу же возникло раздражение. Вот это вот красная попа, красное все между ногами, и я поняла, что нет, это вообще, это очень плохой вариант. И после этого я на сон всегда использовала памперс. В общем, в плане сухости и комфорта ребенка я выступаю, конечно же, за одноразовые подгузники, за памперсы, нежели чем многоразовые подгузники. По моему мнению, многоразовые подгузники, это вообще кошмар и ужас, и никому не советую это использовать. Это прямой путь к получению опрелости у детей буквально за несколько часов. Что касается пеленок, пеленки неудобно менять, потому что когда вы меняете пеленки, ребенок у вас просыпается. То есть тоже как бы, ну, не то, не сё. Что касается обычных ползунков, я так делала с моим старшим сыном, когда он бодрствовал, и когда он был дома, когда у меня было какое-то количество свободного времени, я надевала на него просто ползунки. Он их писал через каждые 15 минут, я их просто снимала и меняла. То есть, как только он пописывает, сразу меняем на новые. Если он будет в этих мокрых ползунках ходить хотя бы 15 минут, мы получим опять те же самые опрелости. Короче, в плане сухости я, конечно, за памперсы. Теперь обратная сторона медали. Там два аспекта. Один аспект, в принципе, не слишком важный, это стоимость. Конечно, стоят они достаточно прилично, одноразовые подгузники. Их повторно нельзя использовать. То есть, вы постоянно покупаете, покупаете, покупаете эти памперсы. И второй, на мой взгляд, очень важный аспект, в минус этим памперсам, то, что это происходит у ребенка в голове, грандиозный обман. То есть, он пописал, и ему сухо. Он опять пописал, и ему сухо. Он покакал, ну да, когда они какают, там что-то им там мешается. Но в любом случае, у него ничего, нет никакого дискомфорта, по крайней мере, когда они писают. Это грандиозный обман, и мне кажется, это очень плохо для ребенка где-то с, ну, года и 8 месяцев, года и 9 месяцев. Когда они уже чуть-чуть могут контролировать, когда они чуть-чуть уже начинают понимать, что вот-вот они сейчас описываются. Вот с этого момента, мне кажется, это становится уже вредным для их психического развития и для их восприятия вообще мира. Это то же самое, когда мы, например, даем им огромный-огромный шар, а он легкий. То есть, это тоже происходит грандиозный обман у него в его мозгу, что большой предмет, а он очень легкий. То есть, по моему мнению, вот история с памперсами после определенного возраста, она именно такая. В любом случае, это дело каждой семьи в отдельности. Кто-то принимает решение вообще не использовать памперсы, кто-то использует только многоразовые подгузники, кто-то постоянно держит ребенка в памперсе вообще до 3 лет, кто-то именно там, допустим, как я, до определенного возраста, а потом мы отказываемся от памперсов. В общем, у каждого, у каждой семьи, у каждой мамы свое представление о добре и зле в этом плане. Теперь расскажу вам по поводу нашей истории приучения к горшку на примере моего старшего ребенка. Когда он у меня был первый ребенок, я начиталась массу всякой литературы по поводу того, что памперсы это очень вредно, это очень плохо, нужно по большей части держать ребенка без памперсов. И я так и делала. Дома у меня он бегал в штанишках, которые я постоянно меняла. И как-то я даже посчитала, один раз я посчитала, это было где-то день, то есть время было где-то 2 часа дня, и вот я посчитала от его начала бодрствования до 2 часов дня с учетом одной прогулки и одного сна, то есть 2 памперсы я уже истратила. Вот это промежуток, у меня ушло 23 ползунка, то есть, ну так, для справки, сколько надо ползунков, если вы хотите обойтись без памперсов. Так вот, дома он у меня бегал в штанишках, которые я ему постоянно меняла. Когда приходили гости, либо когда у меня было много дел, я не парилась, я надевала ему памперсы, он гулял там в памперсе, нормально. Но где-то после года у нас сложился такой ритуал, начался он с вечера, когда я его ставлю в ванную, как бы мыться вечером, то он начинает писать, то есть у него это как бы сформировалось, как ритуал. Я его ставлю в ванную, он начинает писать. Потом я это поняла, что это у него уже такой как бы рефлекс. И я начинала его не высаживать в горшок, а именно ставить в ванную. Я пыталась его в ванной ставить, садить на горшок. Я подставляла ему горшок, когда он это писал в ванной, но ему это все не нравилось, ему вообще горшок не нравился, вот нравилось писать в ванну. Ну окей, хорошо. Значит, пыталась я вот так вот каждый какой-то промежуток времени вот так высаживать, высаживать его, точнее выстаивать его в ванну. В общем, он туда писал. И когда ему случилось 1,9 лет, то есть год и 9 месяцев, я поняла, что он на дневной сон, когда ложится, мы с ним писаем, и как он весь дневной сон спит и просыпается сухим подгузником. И вот как только он начал просыпаться сухим подгузником, и мне удавалось после его пробуждения посадить его на горшок или поставить в ванную, чтобы он пописал, вот я после этого момента, это у нас случилось в год и 9 месяцев, начала убирать из его жизни памперсы. Мне одна знакомая посоветовала такой метод, она вычитала его в интернете где-то, что за 7 дней якобы дети, вот в этом возрасте год и 9, год и 10, может быть у кого-то год и 8, за неделю отказываются от памперсов. То есть фишка в том, что надо просто взять и убрать эти памперсы, оставить только на дневной сон и на ночной сон, чтобы не было дискомфорта, чтобы ребенок не просыпался и не портил себе режим дня. У нее получилось это сделать, действительно за неделю все у них получилось. Я попробовала эту же методику, в начале первые 2 дня было ужасно, он постоянно писался, причем очень хорошо, если это летом, либо в теплое время года, у нас так совпало, что да, это было лето, и мы гуляли без памперсов, я просто брала с собой там пару штанов и постоянно ему меняла, постоянно предлагала ему пойти пописать в кустике или не предлагала, просто высаживала его в кустике. Ну, в общем, с переменным успехом, но первые 2 дня, конечно, это мы просто привыкали, он привыкал к тому, что он постоянно мокрый, я привыкала к его режиму писания, то есть я поняла там, через сколько он захочет пописать после еды и так далее, то есть вот этот вот примерный промежуток, вот этот график писания так называемого, у меня за 2 дня сформировался, и 3-4 день уже прошло, ну, полегче, потому что я уже знала примерно, когда ему предложить пописать, потом на уже 5-6-7 дней, ну, у нас немножко затянулось, у нас где-то в 10 дней это произошло, в общем, в конце он уже сам, он уже, он тогда еще не говорил, но он уже пытался снимать, снимать что-то, как-то пытался ерзать, то есть он всякими какими-то жестами уже показывал мне, что он хочет писать, и он не хочет, чтобы это было в штаны, потому что он уже знает, что это будет мокро. В общем, на 10-й день, где-то 10-11 день, действительно мы перешли на штаны, на трусы, на человеческие обычные, и памперс, все равно я памперс использовала, уже на дневной сон не использовала, а на ночной использовала там долгое время, на самом деле, наверное, до 2,5 лет я использовала, потом мы уже просто ночью пару раз за ночь его высаживали на горшок, он там в таком полусонном состоянии писал, и дальше засыпал. И вот, ну, вот так вот как-то постепенно уже отучили от и ночного памперса. Но вот это вот первые 10 дней, они прям в начале, первые 2 дня, прям очень тяжело, а потом все легче, 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 и действительно ребенок за очень маленькое время понимает, что к чему и что от него требуют. Пользуюсь этим опытом, мне этот опыт очень понравился, я хочу, сейчас будет лето, и у меня младший сын, как раз в лет, летом этим, у него будет вот этот возраст, год и 8, год и 9, год и 10, и я планирую начать его приучать по этой же самой методике. Я надеюсь, что вам было интересно данное видео, если интересно, пожалуйста, отблагодарите меня сердечками. Я что-то подзабросила эту тему и буду исправлять свой заброс, буду делать какие-то видео по поводу материнства, воспитывания детей, ну, каких-то таких детских нюансов, поэтому если вам интересна данная тема тоже, помимо всякой уборки и так далее, и так далее, и так далее, то подписывайтесь на меня. Я вам желаю всего хорошего, увидимся в следующих видео, пока!